Как у вас дела? А дела с Богом всегда хорошие, можно не спрашивать даже. Без Бога-то плохо. А без Бога что? Остается одна рулетка и разврат, больше ничего. Что делаете? Людям возвещаем слово истины. Рассказываем, что нам Бог оставил, какое сокровище. Чтобы люди знали волю Божию. Рассказывайте. Слушаем вас. А вы знаете, что Господь сотворил Адама и Еву, они согрешили и Бог изгнал их из рая? Да. И уже умерло с того времени больше ста миллиардов людей. А вообще Бога как зовут? Бога как зовут? Бога как зовут? Да. Он открылся, это третья глава книга Исход. Он говорит, я есть сущий Иегова. Я есть сущий Иегова. А имя его есть у вас? Я вам назвал сейчас сущий Иегова. А, Иегова? Да. Это Бог так сказал? Это Бог так сказал. А Сафоний, пророк, он сказал Саваоф. Саваоф. А вы кому молитесь? Молимся Богу, единому во Святой Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И сие три суть едино. Один Бог. Один Бог. А вот у вас Иисус, кто Он? Иисус, Бога Человек. Иисус, Бога Человек. Да? Да. Да. А ваши все молятся Иисусу? Повторите еще. Повторите еще. Вы же все креститесь Иисусу. Все я так не могу понять. Я говорю, все креститесь Иисусу. Вот так вот, крещусь и что? Крещусь и кто? Вы креститесь, говорю, Иисусу. У вас Бог получается Иса. Исус. Ису я знаю. Ису я знаю. Иса. Иса. Ну, вы хотите сказать, что здесь написано Иса, я это знаю? Что это? Эту книгу считали когда нет? Да. Вот это еще написано, прочитайте. Я арабский не знаю. Ни одного нету, который бы знали. Вы такие же бестолковые, как и мы, православные. Тоже не умеют читать славянский язык. Славянский язык. Вы знаете, Господь... На этой неделе в конце будет Пасха, Господи. Вы слышали? Христос воскрес. Вот так. А вы кому молитесь? Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Единой, нераздельной, единосущной Троице. Единой, нераздельной, единосущной Троице. Да? Да. Да. А вот у вас Иисус кто получается? Спаситель, который умер за грехи людей. Спаситель. Ни в одной религии нет Спасителя. Только у нас, у христиан. Я много беседовал с мусульманами. У нас была поездка миссионерская. Мы в доме мулы ночевали. Они очень грамотные люди. У вас получается, половина христиани молитесь Иисусу, а другие молитесь о Богу. А он и есть Бог. Он говорит, я и Отец одно. Евангелие от Яна, 10 глава, 30 стих. А что вы? И что получается, если он сын Марьяма? Так, потихоньку. Вы высоко стильно глаз даже не видать. Вот так. Нет, вы близко подходите. Вы близко подходите. Вот так. Вот так. Я говорю, вы же сказали, сын Марьяма. Марьяма это Мария. Марьяма это Мария. Ну, Святая Мария у вас получается, да. Ну да. Ну, у вас еще написано, что она сестра Моисея. А Моисей жил за 600 лет до нее. Не за 600, за 1600 лет. Еще нет-то. Ну, это история написана. Я же не буду ничего. Вы получается, как этих буддистов, получается. Буддисты молятся какого-то храма. Вы тоже, получается, молитесь. Иса, у вас послание, получается, Иисус. Получается, сын Мария она получает. Марии, получается. Мария. А у вас, получается, две полка, получается. Вы понимаете. Вы спрашиваете по человечеству. Я вас спрашиваю. Вы молитесь Богу или Иисусу молитесь? А вы говорите, и Иисусу молитесь, и Богу молитесь. Он говорит, я и Отец одно. Одно. Это троица. Это не дается разумением. Это Бог такой. У вас понятие такое, как у ветхозаветних евреев было. Господь открылся. Говорит, я и Отец одно. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Я не знаю, вы что учили. У вас, я не знаю, как-то по-другому. Вы молитесь. Одни говорят, Иисусу молитесь. У вас христиане молятся. А вы молитесь. И мы молимся Иисусу, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы его поминаем в молитвах. Он наш спаситель. А когда вы грешите, вы в церковь уже ходите? Да, обязательно. А вы селечку сожгли, это у вас получается, у вас в грехе все ушли, получается, да? А вы когда-нибудь обращались к Иисусу с молитвой? К Иисусу когда-нибудь обращались с молитвой? Нет. Нет, ну а что говорить? У вас и опыта нету, связи. А я молюсь и тут же получаю, что прошу. Он живой, он воскрес. Вот давайте так, мысленно. Мы молимся Аллаху, мы молимся. Правильно, правильно. Мы пророки, у нас получается, Иса Алиху ассалам, он наш пророк получается. Мухаммад салам, он пророк у нас получается. А у нас Аллах един, мы молимся Аллаху только. А у вас получается, Иисусу молитесь вы, и получается, и Богу молитесь. Вы там тройцы говорите. Апостолы не знали? Господь говорит, до этого ничего не просили во имя Мое. Теперь просите, и получите. Зачем бы Иисус это сказал? Вы здесь халтурите как-то. Я не знаю, у вас... А вы знаете... Как получается, исчезают грехи, когда вы заходите и каждый день бухаете, допустим, или там... Как можно... Вот вы заходите в церковь, как можно выпить кого-то? Сейчас. Вы верите, что Иисус умер за наши грехи? За наши грехи. За наши грехи он не умер. Вот как? Откуда ты узнал это? Откуда ты узнал это? А? Как ты это узнал? Кто тебе сказал про это, что он не умер за наши грехи? Я читал. А где? А где? В книгах. В книгах? Да. Книг много, и... Для этого существует интернет, сейчас все... Вот, возьмите, прочитайте, все, интернет-то есть. Я не пойму, вы что так это, мечетесь из стороны в сторону, что-то болеете или что? Вот все время, мечетесь, что, не на месте-то? Я на работе. А, на работе, ну, я не знал. На работе. Иисус, спаситель мира. Ладно. Просто вы у вас, получается, каждому по-своему. Каждому по-своему. А вы... В каком году умер у вас предводитель ваш? В каком? А? В каком году умер ваш Мухаммад? Кто? Кто у вас религию-то вашу составил? Мухаммад-то. Когда он умер, я спрашиваю. Когда он умер, я спрашиваю. Мухаммад, салам. Когда умер он? Когда умер он? В 1470 году или где-то вот так. То есть не знаешь. Я не знаю. Он умер в 632 году. А? Умер он, Мухаммад, в 632 году. В 6? 606. Вот 6. Потом 3. А потом 2. А потом 2. А какая самая молодая религия? Христианство, иудаизм. И в Риме было 500 религий, 500 божеств. В Риме. А самая молодая, вот правильная религия, это какая? Христианство, конечно. Христос живой, воскресший. А самая молодая религия, это какая? Ну, я вас прошу, скажите. Вот Мухаммад, он сейчас где находится? Сейчас где находится? Я вас вот спрашиваю. Я говорю, самая молодая религия, в 632 году. Ну, хорошо. Вы знаете, что он умер в 632 году? Да. Ну, он умер. Умер он, как все люди лежат. А Христа-то нет на кладбище. Он воскрес. И он спасает людей. Он умер из нашей грехи. Я вас спрашиваю, самая молодая религия, какая религия? Молодая? Молодая? Да каждый день новое придумает. Каждые две недели новое возникает. Вы это просто не знаете. Больше 20 тысяч разных религий. Разных религий. Они все до мусульманства были. Мусульманская религия, самая молодая религия. Да нет. Самая правильная религия. Вы не знаете. Ну, скажите, мормоны когда возникли? Когда ходили? Мормоны когда возникли? Вы когда ходили в церковь? Что? Что? В церковь последнее время когда вы ходили? В церковь? В церковь. Позавчера. Позавчера. В воскресенье. У нас литургия была. Литургия не была. У меня брат, мой родной брат, священник. Что-то так непонятно, говорите. Я не знаю, какое-то слово непонятно, я не ухвачу. Что хочешь сказать? Я говорю, у вас в Москве кто самый главный у вас поп? Кирилл. Кирилл, патриарх. Кирилл, патриарх. Ну, патриарх, я же говорю этот, Кирилл. Да. Он же говорит, что мусульманская религия самая правильная религия. Он говорит, из мировых религий, то вы не ухватили, главное-то. Главное-то. Из мировых... Слушайте, слушайте, как он что говорит. А у вас все, я не знаю, у вас по-другому все. Вы... Так, ладно, давайте. Все, расстанемся. Расстанемся. Вы видите, не знаете, я вам одно и то же слово повторяю. В мире сегодня больше... Вы сами не знаете, вы сами не знаете. Вы здесь сидите, сейчас людей вот дурачите, чтобы вам это верили. Какие-то это... Вы сами не знаете, что у вас велики, что происходит. У вас кто-нибудь есть там... Вы сидите вот такие, как вы, потом насилуют этих детей. Сейчас, спокойно, спокойно. У вас кто-нибудь рядом еще есть? Кто-нибудь рядом? Я здесь. А ну да... Мы с тобой уже договорились, а ты не можешь сказать, когда даже он умер, когда родился Мухаммад. Родился. А говоришь, не знаешь. У меня книга написана... А почему детям писали? Так, все пока. Вы, если хотите, вы меня найдете в этом, в скайпе. Зарядите, я скажу. Игнатий Лапкин звать меня. В скайпе. Ну, придите с тем, кто может разговаривать, он знает. Мы в миссионерской поездке в доме у мулы ночевали. Сколько мы сто... Я вас спрашиваю. А вот почему вы детям пристаете, допустим? Понимаете, мне очень трудно ухватить, что вы говорите. Слова неясно произносите, да я еще плохо слышу. Я говорю, к детям, почему вы пристаете детям? Что детям? Что говорим детям? Что говорим детям? Пристаете. Встаете? Что встаете? Как тебе поем? Пристаете, пристаете к детям. К детям? Пристаем к детям? Да. Каким? Каким? И болидам. Насилуйте их. Кто? Кто насилует? Кто насилует? Вот это вот ваши дети, которые находятся в церкви. Мы православная церковь. Что ты городишь-то? Что ты сумасшедший? Я начальник детского лагеря 45 лет был-то. У меня тысячи детей прошли. Под телевизором показывают. Вас пусть говорят, показывают, что у вас какого-то ребенка. Каждый день сообщают. Мусульмане режут голову, взрывают. Я что тебя упрекать-то буду? Что вы не знаете, что делается? Каких как вы. Вот таких надо убивать. А зачем таких? О, вот подошел. Убивать надо. Ты роди сначала, а потом уби. Убивать. Вот ты... Начинаете здесь какую-то всякую... Вот видишь, как убивать. Вы уже многих убили. Не надо убивать. Не надо. Убивать не надо. Ты что такой... Что только сердит это? Я не могу говорить здесь, что... Ты... Слушай, обожди. Как тебя звать-то? Как тебя звать-то? Иса. Ис... Так и назвали Иса? Так и назвали Иса? Да. Шикарно. У нас даже... У православных редко встретишь такое имя. На миллион даже одного нету. Одного нету. Ладно, пока. Ладно, пока.